Здравствуйте! В этом видео я хотел бы рассказать вам о своем отзыве о клинике доктора Шурова «Первый шаг» и о самом докторе Шурове, если его можно так назвать. В конце 2021 года, а точнее осенью, я искал психиатра для себя, потому что страдаю тревожным депрессивным расстройством. И так и не найдя, я увидел канал, а до этого я его смотрел. И в этом канале есть такая рубрика, человек приезжает рассказывать свою историю, дает интервью, доктор с ним беседует, в частности доктор Шуров. И по истечению времени, по окончании интервью, они обещают помощь, лечение и так далее. В основном там обращаются наркозависимые люди и так далее, но также и люди с фобиями, депрессиями и так далее. Я подумал, почему бы и нет. Нашел их группу в интернете ВКонтакте, написал им сообщение, ответили они мне не сразу, наверное, неделю, через полторы. И сначала долго водили за нос, как будто он мегазвезда и говорит, ой, ну, да, наверное, он сможет, но вы можете приехать, его может быть и не быть на месте. Он ведь на съемки ходит, а товарищ Шуров очень любит бегать по телеканалам и не знаю, зачем ему это нужно. Наверное, он свое тщеславие как-то тешит. Ну, звездная болезнь, наверное, просто, но не важно. И я раньше слышал о нем, но слышал очень скользко, он был лечащим врачом некоторых известных людей, артистов, которые, к сожалению, умерли. То есть сказать о том, что доктор лечил и кого-то вылечил, я не знаю, может быть, такие есть, но я могу сказать, что у меня появилась огромная надежда насчет этого доктора. Я собрался в Москву, договорился о дне интервью и взял билеты и поехал. Во мне что-то бушевало, я думаю, ну вот, наконец-то что-то в моей жизни изменится, и какой-нибудь умный, хороший человек даст мне руку помощи и вытащит из этой сложной ситуации. Приехал я в эту клинику. Клиника находится на метро Нагорное. С виду ничего особенного, но внутри на самом деле тоже обычный дешевый ремонт из самых недорогих материалов. Ну и, в принципе, мы, наверное, полчаса с ним разговаривали до интервью, и он, есть у него такая черта, он внушает доверие. Внушает доверие, и хочется ему верить, потому что человек как бы располагает к себе. Ну, научили, видимо, ему это. Все-таки на психиатра учился. Ну и наступил момент интервью. Какой-то у него там помощник был, который за кадром кричал, что мне говорить, что не говорить. Очень эмоционально. Я, как человек достаточно искренний, рассказал все как есть. То есть, на тот момент, когда проходило интервью, доктор Василий очень фамильярно вел беседу. Я это заметил уже после того, как я посмотрел само интервью, потому что во время интервью я очень смущался, стеснялся и переживал, и думал, зачем мне это нужно. Ну, в общем, интервью прошло, мы записали. Он мне дал свой номер телефона, сказал, ну, теперь мы будем, вернее, после интервью он сказал, что, а теперь мы распланируем твою жизнь на 10 лет вперед. Я лично возьмусь за тебя, буду тебе помогать, но это вы можете увидеть в самом интервью, это как бы я не придумал. Я, наверное, тобой займусь лично. Если ты не возражаешь, я буду с тобой заниматься психотерапией по онлайну, и я тебе откорректирую медикаментозную терапию в рамках того, что я услышал. Нет, на самом деле мой психиатр, который вот, ну, вот и говорит, он самый адекватный попался, просто в силу его занятости мы не можем. Ну, понятно, ты по остаточному принципу, то есть тебе удается там с ним выйти на контакт? Да, 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 но я с ним буквально мог раз, может, раз в полтора месяца встретиться, потому что он на 10 работах работает, сами понимаете, какие у нас там зарплаты. Да, и, наверное, толком каждый раз вспоминает кто-то из чем-то. Нет, он меня всегда помнит, он меня со мной всегда на телефоне, то есть он, например, когда может, он со мной поговорит, то есть хороший врач на самом деле. Но психотерапией он с тобой не занимается. В принципе, мы можем разделить, если у тебя есть доверие к тому, что доктор назначает, и ты это ощущаешь, он может тебя вести медикаментозно, я могу с тобой отработать твои убеждения. И как-то, да, тебе уже, ну, мы составим, обязательно составим план на ближайшие 10 лет, мы наметим, чтобы тебе было интересно. Твоей жизни, не моей, я-то свою жизнь знаю на ближайшие 10 лет. И начнем уже это реализовывать, потому что у тебя очень много сидения в яме, топтания на месте, ну, уж говорю, как есть, потому что ты рассказал. Очень много неуверенности в себе, это звучит просто в каждой фразе. Уже идет какое-то озлобление на людей, на мир, на жизнь, на все, мне не нравится. Куда ты свернул? И надо тебя возвращать на прямой, на ровный путь, потому что, ну, слишком много усложнений ты ввел в свою жизнь, и допущений, и обобщений, что вот люди плохие, толку не будет, я никчемный, мне это абсолютно не нравится. Я считаю, что это надо все прорабатывать, из твоей светлой головы убирать. Павел как раз яркий пример, что вот одна таблетка не работает без коррекции убеждений, без работы с неправильными паттернами поведения, ожиданием от жизни, с чувствами, с эмоциями. Мы будем все время буксовать. Вот надежда, что мы сейчас волшебную пилюлю забросим, человек поменяется, выровняется, и все у него наладится, а придет опору на себя. Совсем надо работать, и с границами, и с самооценкой. Я прям вижу непочатый край работы, но я готов эту работу проделать, если готов он. Что ты загрустил ты при всех этих словах? Не-не-не, все правильно. Все правильно. Я-то совсем согласен. Я тебя на завод точно не отправлю, потому что действительно каждый должен быть применен с максимальной эффективностью. Но не вижу я тебя ни на заводе, ни на химическом производстве. Огромное спасибо за вашу помощь, за обратную связь. Я очень благодарен Павлу, что он приехал к нам из Нижнего Новгорода. Он очень искренне рассказал свою историю. Много было болевых точек, но вот проговаривая это, я также жду обратной реакции от аудитории. Я очень надеюсь, что вы тоже его поддержите. Это очень важно, потому что кто был на интервью, всегда дают обратную связь, говорят, как здорово, что я выговорился, и люди меня поддержали. Поэтому никогда не стесняйтесь делать добрые дела, и обратите внимание, как важно не критиковать людей, не обесценивать, потому что вот потом человек считает, что у него тяжелая депрессия, и ничего хорошего в жизни нет. И даже сказал, что, возможно, таблетками поможет. Я уши развесил, понадеялся, ой, как здорово, ну надо же, какой хороший человек. Обменялись контактами, и он меня попросил начать читать какую-то книгу, называется «Все дело в папе». Эта книга вообще ни о чем, если честно. Но я потом просто понял, для чего он меня попросил читать эту книгу. Эта книга была рассчитана на то, чтобы он потянул время и со мной не занимался. Читал я ее где-то месяц, потому что она неинтересная, а потом я заболел ковидом, и мне было, в принципе, не до него. Потом у него родилась дочка, и ему вообще стало не до меня. И где-то с середины ноября он соизволил со мной начать работать. Как проходили наши сеансы психотерапии? Сеансы психотерапии проходили раз в неделю по часу. Он выходил гулять с собакой и в это время со мной разговаривал. Ну, возможно, он очень занятой, я не спорю. То есть, как бы, может быть, и такое имеет место быть. Но я считаю, что сеансы психотерапии так не проходят. Касаемо самих сеансов. Так как денег я ему не платил, и он после интервью пообещал мне помощь, в сеансы не входило ровным счетом ничего, как пустой треп, какие-то сплетни. Он мне рассказывал про то, что он там услышал, что я думаю про других психиатров. Вот он там про доктора Курпатову услышал, и т.д., и т.п., про свою жизнь. Я ему немножечко про себя рассказывал. Я у него спросил, говорю, ну, мы когда начнем заниматься конкретно, там, может, и задания мне какие-то будешь давать. Он говорит, да-да-да, нам надо с тобой найти вот этот вот путь взаимопонимания, чтобы мы понимали друг друга, и уже после этого мы с тобой начнем заниматься психотерапией. Я подумал, ну, может быть, действительно так. Опять же, я уповал на него, и думал, ну, вот, наконец-то хороший доктор. И когда у меня случались какие-то проблемы, возможно, я там писал, спрашивал, делился там какими-то моментами по поводу таблеток. И он все время, когда он мне дал, мы переписывались в WhatsApp, я ему напишу там целую поэму, он ни здрасте, ничего, просто ответит двумя словами. Бывало, вообще не ответит. Я считаю, что ты либо берешься за человека, либо ты не берешься. Вот. Общение было неформально, мы общались на «ты», но это был его выбор, я согласился. Очень часто использование мата, очень много какой-то вот такого вот панибратства какой-то, как будто я ему друган какой-то. Я считаю, что это не должно быть так, потому что в отношениях пациент и доктор так не будет работать вообще никакая терапия, если доктор будет с тобой общаться как с другом. Он узнал, что я рисую, и заказал у меня портрет. Я нарисовал ему портрет, ему очень понравилось, он заплатил мне деньги. Потом в качестве благодарности я думаю, нарисуй-ка я ему его жену и просто подарю. Я прислал фотографии его жены. Ой, он сказал, как здорово, жене понравилось. И зачем-то мне прислал за него деньги. Хотя я сказал, не надо, это просто подарок, это просто выражение моих добрых чувств, эмоций. То есть я надеялся на то, что человек помогает и так далее. Ну, стабильно раз в неделю мы с ним созванивались и трепались ни о чем. Дальше, после Нового года, у него был день рождения в феврале, он мне сказал, ой, если хочешь, приглашаю тебя на день рождения, приезжай. Я говорю, я не поеду, во-первых, это деньги. Ой, я тебе оплачу дорогу. Я говорю, а зачем психов-то всех звать на день рождения и так далее. Ну, приезжай, развеешься. Типа, я подумал, может быть, это элемент психотерапии какой-то. Приехал я, с ним пообщался 20 минут, попили мыть чай с тортиком, угостился, он был очень доволен, ну и побежал. Я у него спрашиваю, зачем я приехал, я не понимаю. То есть у меня все время было такое ощущение, что человек от меня хочет отделаться. Деньги пришлет за портрет, еще что-то. То есть таким образом он показывал ко мне свое отношение. Дальше, дальше, дальше. Ну, мы периодически также продолжали раз в неделю общаться. И где-то в середине марта, а вернее до этого случилось, сами знаете, что с Украиной, он начал писать очень много постов про это в поддержку, что он такой ярый патриот. Не знаю, может, денег ему занесли, не знаю. Я склоняюсь в это верить. И у него как будто крыша сорвало. Видимо, он начал со всеми ругаться, не знаю, что там случилось. И случилось так, что он все реже и реже стал выходить на контакт. Бывало, напишут что-то ему, он либо вообще не ответит, либо опять ответит двумя словами. В общем, у человека видим звездную болезнь, что он не может опуститься на то, чтобы человеку ответить нормально. Ни здрасте, ни привет, никогда ничего не было. Ну и где-то в середине марта, когда меня накрыло, у меня случилось обострение депрессии, вот этих тревожных состояний, апатии, я попросил его о помощи. Говорю, Вась, помоги, пожалуйста, что мне делать? Может, ты посоветишь? А до этого он мне таблетки какие-то такие выписывал, другие, пятые, десятые. И мне, в принципе, ничего не помогало. Он мне опять написал те же самые таблетки, которые уже выписывал. Я ему говорю, слушай, это уже не прокатит. Ну и, соответственно, когда у меня случился такой нервный тик, я ему написал, говорю, Василий, мне ждать от тебя помощи или нет? То есть я ему не грубил, я от него ничего не требовал. Я говорю, мне просто сейчас очень плохо, и мне нужна какая-то поддержка, чтобы понимать, будем мы с тобой дальше работать или нет. На что мне врач ответил не совсем корректно, а после этого он написал, ты знаешь, мне надо от тебя отдохнуть. То есть я цитирую, у меня даже есть коренные переписки. Потом я начал копаться в себе, думать, может быть, во мне что-то не так, потому что поначалу-то вроде бы человек ко мне хорошо отнесся, ну, мне так казалось, что он хорошо отнесся. И я начал оправдывать, вот у человека, может быть, случилось что-то и так далее. Нет, человек сидел бесконечно в интернете, записывал свой канал, ходил по ток-шоу. Ну и, конечно же, я попытался сгладить ситуацию, написать, Василий, извини, может быть, я был резок и так далее. Давай, типа, опять начнем дальше работать, если мы будем. Или, если ты не хочешь заниматься, давай, посоветуй мне, что мне делать. Посоветуй мне, пожалуйста, других каких-нибудь, может быть, своих коллег или вообще. На что он мне написал, я буду думать о вариантах. И вот уже, наверное, апрель, май, июнь, июль, четвертый месяц он все отдыхает и думает о вариантах. А в интервью он мне сказал, что мне просто очень не везло на людей, что люди меня обманывали, подставляли, и попадались непорядочные люди. Складывается вопрос, каким же оказался сам доктор Василий Шуров, если он поступил вот так же. После этого, поняв, что ничего я, ни из какой помощи я не получу, я попросил удалить интервью, на что сначала было игнорирование, как всегда он прочитает, не ответит. Потом я нашел его коллегу. Коллега мне сказал, что интервью мы удалять не будем, вы подписали документы, никаких документов я не подписывал, я не знаю, я не помню никаких документов. Попросил их прислать мне скан этих документов, в которых было бы указано, что я действительно подписывал и давал согласие. Но к тому моменту у интервью уже было большое количество просмотров и комментариев. Естественно, им это невыгодно. Они как хотят? Они хотят, чтобы человек к ним бесплатно пришел, себя попозорил, и они типа сделали вид, что они ему помогут, ну и типа он потом куда-то делся, как они думали, что будет так со мной, но так не работает. Вот. И я написал им, что буду удалять их видео через юрист, через суд, на что доктор написал мне успехов и заблокировал меня. Резюме данного моего обращения к Василию Шурову. Врач неквалифицированный, он не может помочь при таких состояниях, как депрессия. Он, если судить по отзывам других людей, которые к нему обращались, ну, честно, не очень приятный человек. Он за глаза про людей не очень хорошо говорит, постоянно всех обсуждают. То есть, ну, скользкий тип на самом деле, мне так показалось. И резюме мое, что это просто говорящая голова, которая заигралась в телезвезду. Я думаю, что скоро будет очередной такой же теледоктор, как вы сами знаете, кто у нас уже имеющийся. Я настоятельно людям, которые хотят посетить этого врача или хотят прийти на интервью, не рекомендую, не рекомендую прям никак к нему обращаться. Насколько я знаю, у него 12 тысяч за час, еще когда он принимает частно. Я не рекомендую, потому что человек, ну, возможно, он только наркоманов лечит. Хотя я не наркоман, я ничего не могу сказать. Очень много комментариев под интервью. Ой, Василий Александрович, вы такой хороший, вы специалист, вы поможете. Вот прям вот знаете, вам скажу, как есть. Вообще никак. Так, даже не надейтесь. И это даже вот, понимаете, у меня даже уже эмоции все прошли. Поначалу я был очень злой. Сейчас просто вот голые факты. Голые факты того, что человек просто отказал мне в помощи. И я надеюсь, что когда-нибудь ему тоже так же откажут. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео будет вам полезным, чтобы не совершать таких же моих ошибок. Спасибо.